так петр заварен путь разрушает страну разрушает народ лишает будущего страну почему тут а тут а что делать но такой вопрос а тут еще цитаты из рогозина наш народ не стереть в порошок его можно стереть в порох дима рогозин смешной такой вариант жириновского а почему это путин делает вы знаете есть такая книга искусство войны суть записано до нашей эры китайцам очень мудрая книга ее изучают в академиях военных вообще политики и изучают очень на цитаты она разобрана ну интересное связывание там есть недавно я приводил цитату и суньзы о том что жестокий правитель авторитарный правитель готов превратить свой народ в пепел чтобы управлять пепл это очень такой лаконичный лапидарный стиль вот но за ним глубокое содержание там может порассуждать на эту тему что правитель даже если народ там не подчиняется ему или не так как он хочет он его готов уничтожить чтобы управлять вот ничем это мы видим как это проявляется в россии совершенно деструктивное поведение разрушение экономики такое осознанное кстати вот это превращение в пепел ликвидация среднего класса ликвидация бизнеса малого бизнеса менеджеров это осознанное действие они ему опасны они были составляли костяк протеста они финансировали протест оппозицию они ему опасны и в общем понятно почему он это разрушал но то же самое касается интеллектуалов в интеллигенции свое же время большевики но и чекисты осознанно вытесняли вымещали часть общества народа по моему троцкий я не помню сказал что для того чтобы построить социализм в россии нам необходимо уничтожить 40 миллионов населения тогда это там 130 миллионов что россия была вот это эти люди их нужно было уничтожить потому что они не приняли бы никогда социализм не адаптировались бы не смогли жить при социализме ну вот то же самое кампучия просто физическое уничтожение народа народонаселения там еще какими-то садистскими способами забиванием бамбуковой палочки в ухо чтобы человек умирал не просто там сейчас а мучился еще несколько дней у всех на виду ну вот это осознанное действие превращения народа в пепел превращение народа в ничто вот а то что касается димы ну ему пишут его прекрасные афоризмы не в порошок а в порох молту он пустобрех и по поводу илона маска все эти его высказывания но он ориентирован на пропагандистскую кампанию он этим всегда занимался и не меняется и не меняется а